Вернуться в точку ноль означает потерять страну. У нас вариант либо плохой, либо еще хуже. Смена власти не означает смену парадигма. В Бинске это акт капитуляции. Ситуация на Востоке, ТКГ, Фокин, реакция администрации президента, России, Запада, США. Что происходит? Давайте на пальцах я вам разъясню историю того, как мы попали в точку сегодняшнего дня, и что происходит сегодня, и что может происходить завтра. Давайте на секундочку вернемся в те дни, когда принималось Минске, Минске-1, Минске-2. И вообще, как мы относимся к Минске? Никто, наверное, из политиков не хочет этого признавать. Но давайте будем честными. Минске стали, по сути, актом капитуляции Украины. Давайте вспомним то, как все начиналось. Начиналось эти Минске с того, что мы теряли территории, мы теряли людей с обоих сторон. И, собственно говоря, Киев пребывал в страхе, потому что, собственно говоря, до Беларуси это совсем рукой подать. Пугали тогда российскими танками. Ситуация была очень непредсказуемая. Армии, как таковой, готовой к сопротивлению у нас тоже не было. Все генералы оказались паркетными. Добровольцы, которые пошли, ну давайте будем честными, что очень многие из них это люди, которым было нечего терять. То есть это либо с криминальным прошлым, либо не устроенные в этой жизни. Очень много было идейных, к сожалению, они погибли первыми. В общем, ситуация была, мягко говоря, страшной. И в этой страшной ситуации были подписаны Минские соглашения, которые, по большому счету, являются актом капитуляции. Чего? Украины или чего? Это был акт капитуляции Киева. Или той власти, которая на тот момент находилась в Киеве. Отдельно как-нибудь запишем передачу о том, что было истоками этого всего. То есть что было до Минских и до всего этого. То есть мы пройдемся по вопросам Майдана. Успешный переворот называют революцией, неуспешный называют бунтом или просто переворотом. Все это мы тоже обсудим в следующей передаче. Но сейчас мы будем отталкиваться от точки именно подписания Минских. Так вот, Минские, по большому счету, стали актом капитуляции. Нравится это кому-то или нет? Теперь второй вопрос. Можно ли переписать Минские акт капитуляции? Ну, казалось бы, конечно, все можно, они же не высечены в камне. Но тут мы столкнемся с очень важным нюансом. Смена власти ни в одной стране мира не означает смену парадигмы. Ну, то есть если какие-то обязательства страны были взяты, будь то это кредит МВФ, кредит ЕС, какое-нибудь там долговое обязательство ЕРЭСКИ, которое уже где-то в Пуэрто-Рико сидит. Тем не менее, долги остаются и платить нужно. И смена власти не означает отказ от этих долгов или своих обязательств. Можно ли пересматривать? Да, можно, но только при условии, что кредиторы согласятся пересмотреть. Захочет ли Россия пересматривать Минский? Очень сомневаюсь. Поэтому эти обязательства, хочешь или не хочешь, их нужно либо выполнять, либо от них отказаться. Если мы отказываемся от Минских, на столе больше ничего нет. Мы возвращаемся в точку ноль и никакой поддержки ниоткуда мы больше не получаем. А в условиях, когда Украина при власти Порошенко и теперь продолжающейся власти Порошенко, но уже с лицом Зеленского, по сути утратила собственную субъектность и независимость, вернуться в точку ноль означает потерять страну. Поэтому у нас вариант либо плохой, либо еще хуже. Плохой вариант – это исполнение Минских соглашений. В чем же суть этих Минских и почему мы столько копий ломаем вокруг них? А все упирается в формулу, которая там записана. Сначала выборы на Донбассе, потом контроль над границей. Ответная позиция – нет. Сначала контроль над границей и безопасностный фактор, а потом выборы. Вот, собственно говоря, две позиции. Как же было исторически? Что же там записано и почему записано сначала выборы, потом границы? Все очень просто. Давайте, первое, держать в голове, что Минский – это акт капитуляции. То есть это не акт победы, когда вы заходите и устанавливаете синий-желтый флаг над Донецком, берете под контроль границу и так далее. Нет, это акт капитуляции. И он подписан. И он проголосован на уровне ООН. Он закреплен уже и в нашем законодательстве через, фактически, решение ООН, закреплен у нас. Идем дальше. Значит, если это акт капитуляции, в чем же смысл был его? А смысл был в том, что Киев отказывался напрямую говорить с теми самопровозглашенными террористами, не знаю, самопровозглашенными военными формированиями, российскими марионетками, там, ну, неважно. Каждый может назвать, как он хочет, тем не менее, это действительно нелегитимная власть. То есть люди с оружием получили власть и объявили себя, что они будут представлять эти, ну, так называемые республики, или как их сейчас называют, Ордло. Но, по факту, ситуация была такова, что там контроля Киев не имел. И, соответственно, вести переговоры с той верхушкой не хотел. И делал это через прокси, то есть либо через ОБСЕ, либо при посредничестве России, там, других стран, Франции, Германии. Хорошо, понятная ситуация. Но в чем лежит суть разрешения любого вооруженного конфликта, который возникает, возникали, возникают и будут возникать во всем мире в разное время, в разных точках? Природа одна и та же. Все они гибридные, все конфликты гибридные. Это сказки, которые я вам рассказываю, что мы чем-то уникальны, ничем. Для того, чтобы разрешить конфликты, сначала нужно, естественно, остановить, перестать стрелять, то есть установить перемирие, оно должно быть тревало. Следующее, вы должны начать прямые переговоры. И тут мы упираемся. А с кем же вести переговоры там? Тогда была найдена формула. Хорошо. Они, если вы не согласны с тем, что это самопровозглашенные вооруженные какие-то формирования, они никого не представляют, поэтому вести переговоры с ними не будем. Отлично. В таком случае, значит, нужно провести выборы там. Как же их провести? То есть для того, чтобы вы имели с кем говорить. Была найдена формула, что Киев пишет особый закон, по которому будут проходить выборы. Этот закон передается в третьей руке в ОБСЕ, в международную организацию, которая проводит там выборы. И уже ОБСЕ занимается вопросами безопасности, демократичности и прозрачности тех выборов, которые должны произойти там. Зачем? Для того, чтобы получить легитимную сторону для прямого диалога между Киевом и Ордло. Вот, собственно говоря, в чем был вопрос. И так, собственно говоря, подписали и на этом согласились. И в этом заключается формула Штейнмайера. Все, кто начинает рассказывать, что выборы мы проведем после того, как получим контроль над границей и так далее, поверьте, это просто отмена минских и переход к чему-то новому. Но если мы готовы отказаться от минских, то не факт, что Россия готова перейти к чему-то новому. А это означает, что мы можем, процесс переписывания минских, означает, он состоит, этот интеграл, из двух частей. Первая часть, отказ от того, что есть. Вторая часть, написание нового. Так вот, между отказом от того, что есть, и написанием нового может пролечь пропасть. И Россия просто зафиксирует ситуацию, когда мы по нашей вине отказались от минских, возвращаемся в точку ноль и страна взрывается. Собственно говоря, в этом и есть риск отказа от минских, то есть от плохого варианта. Мы перейдем к самому плохому варианту, который только может быть. Конечно же, ситуация с момента подписания минских до сегодня изменилась. Да, США сделали военную поставку сюда, на подконтрольную территорию. Россия сделала военные поставки на неподконтрольную территорию. Теперь, по большому счету, в Киеве, то есть, знаете, вот аргументы говорят, например, кто контролирует заводы и пароходы на неподконтрольной территории. То есть, непонятно кто. Но, товарищи, давайте честно ответим. А кто контролирует Укрзалезный, Сунавтогаз, заводы и пароходы на подконтрольной территории? Эти фамилии, там, мягко говоря, непроизносимые фамилии граждан такого набора стран, что волосы становятся дыбом. То есть, собственно говоря, что там мы не контролируем, что тут. Говорят, судов там нет, и, собственно говоря, там суды какие-то самопровозглашенные, и непонятно, кто там осуществляет правосудие. Согласен. Скажите, пожалуйста, а те, кто осуществляет правосудие здесь, они принадлежат вам? Может быть, вы голосовали за эти отборочные комиссии с иностранцами, которые формируют или должны формировать Раду правосудия и так далее? Может быть, здесь судебная система принадлежит вам? А в чем разница, если у людей американский, не знаю, эстонский, латвийский, мальтийский паспорт, а там российские паспорта? В чем разница? И там, и там не украинские паспорта. Ну, точнее, украинские, но к ним идут другие, служат они не Украине, потому что, к сожалению, мы уже не субъектны, а служат они своим юрисдикциям. Собственно говоря, опять симметричная ситуация. Когда вы говорите о безопасностном факторе, под дулом автомата. Скажите, пожалуйста, а не под дулом ли автомата происходят выборы в нашей ОТГ сейчас? Только честно. Когда речь идет о переделе янтаря, земли, леса и так далее. Не под дулом ли автомата засовывают сейчас через все партийные списки бандиты, те, кого, собственно говоря, вы никуда не хотели бы избрать, через разные списки просовывают своих смотрящих. Не под дулом ли автомат? Под дулом. Так скажите, а в чем разница ситуации между здесь и там? Да, собственно говоря, ни в чем. В пропаганде. А теперь, когда мы говорим о том, что давайте мы сначала установим украинский флаг, безопасностный фактор, граница, а потом выборы. Друзья мои, в таком случае это не акт капитуляции, это акт победы. Я правильно понимаю? Но мы же только что говорили о том, что Минске это акт капитуляции. То есть это сложный компромисс, который мы могли достичь на тот момент. Да, ситуация изменилась, в чем-то мы стали сильнее, в чем-то изменилась геополитическая ситуация. Но если каждый раз вы будете пытаться переписать условия капитуляции, исходя из новых положений сегодня, то вы должны быть готовы к тому, что вы, по сути, вступаете в новую войну на новых условиях. Вы готовы вступить в новую войну на новых условиях? Да? Вперед. Нет? Тогда думайте. Теперь, когда мы говорим о том, что произошло с Фокином. С Фокином произошла очень неприятная ситуация. По большому счету указом его назначает президент. Ни Ермак, ни глава администрации, вообще это не конституционные органы, вообще непонятно кто это, по большому счету. Его назначает президент своим указом. Президент назначает своим указом человека, который способен экспертно что-то решить. Что такое ТКГ? ТКГ это не нормандский формат. ТКГ это исполнительный орган. То есть, по большому счету, это просто технический придаток к тому, что решают большие лидеры на нормандском формате. На последнем нормандском формате Зеленский подписал, что он согласен имплементировать формулу Штейнмайера и провести выборы, по большому счету, на неподконтрольной территории, по закону, который напишут в Киеве, но проведет его ОБСЕ, для того, чтобы мы получили партнеров для прямых переговоров. И далее, после этого, согласно логике миротворческих всех операций, сначала остановка стрельбы активной фазы. Вторая часть это выборы под контролем международных организаций на непризнанных территориях. Потом начинается двусторонний диалог. Потом амнистия. То есть, речь идет о том, что фактически будут амнистированы и те, кто держал оружие в руках. Да, тоже, но которые не совершали преступления. Далее идет вопрос о полицейской миссии, или как-то иначе ее назовите, которая бы совместно была сформирована и так во всем мире. И Украина на это тоже соглашалась в свое время. Речь идет о том, что формируется полицейская миссия, которая бы состояла из представителей легальных и легитимных формирований по охране правопорядка с подконтрольной территории. И точно таких же представителей, которые держали оружие в руках с неподконтрольной территории. Поймите, когда-то вам об этом скажут политики. Но, собственно говоря, если вы не поленитесь и почитаете процедуры, миротворческие процедуры во всем мире, вы узнаете, что оказывается это все уже давно существует. Оно было, есть и будет после нас. И ничего нового в Минских, в формуле Штейнмайера, ничего нет. Это все уже прописано. Далее, после такой полицейской миссии, принимается пакет законов переходного правосудия, так называемый transitional justice. И далее идет уже контроль над границей, и далее, по сути, идет реинтеграция территории, уже экономические связи восстанавливаются и так далее. То есть, вот вся логика процесса. И хотим мы того или нет, но мы либо входим в эту логику процесса, либо мы начинаем новую войну. То есть, вот вариантов особо других нет. Поэтому Фокин, по большому счету, как эксперт, сказал то, что, в принципе, говорят на всех эксперты на всех этих переговорных площадках. То, чего вам не говорят политики. Потому что политики, они должны нести какую-то политическую точку зрения, и с этим я согласен. Кстати, в заявлении Офиса Президента было сказано, что «е политична правда». Политична правда. Именно так звучит эта фраза. И, собственно говоря, Фокин обвиняет в том, что он не придерживался линии политичной правды. Ну, имеет ли право государство на свою политичную правду? Да, имеет и обязан ее иметь. То есть, по сути, каждое государство трактует те или иные события или ту или иную историю, трактует исключительно со своих эгоистичных интересов. И это правильно и нормально. Это своя пропаганда. Но наличие такой пропаганды всегда вступает в конфликт с окружающим миром. Потому что то, как видит окружающий мир события между двумя странами, оно кардинально отличается от видения этих двух стран. Поэтому неизбежно свершился и этот конфликт. Где Фокин попытался чувствовать себя экспертом. Он не политик. Не представляет какой-либо политической силы. Его указом назначили в техническую группу. Техническую, не политическую. Все политические решения были приняты Зеленским и Порошенко чуть ранее. Он просто должен найти имплементацию всему тому, что уже было сделано. И он воспринимает себя экспертом. И он сказал экспертную точку зрения. Ту, которую нельзя выносить, по большому счету, на телевизор. Которую, естественно, политики порвут, потому что она никому не будет нравиться. Экспертная, это, ну знаете, она лишена боли, красок, картинок, знаете, вот, ну всего этого. Это просто экспертная точка зрения, как решаются подобные вещи. Он это изложил как эксперт. И на него накинулись политики, его порвали. Его ошибка в том, что нельзя было свою экспертную точку зрения выносить на публичное обсуждение. То есть, либо ты спикер политик, да, то есть ты спикер этой группы, навязываешь свою повестку дня информационную. То есть, занимаешься пропагандой. Либо ты пропагандист, а он стал, по сути, таким, вот, де-факто он стал таким пропагандистом. Либо ты эксперт, который молчит и не дает никаких оценок. Он публично, он говорит и работает исключительно в закрытых помещениях, на закрытых заседаниях, на закрытых группах. А уже политики это дело оборачивают там свои обертки. Он, к сожалению, стал один в двух лицах и, естественно, его порвали. Но должен ли он был озвучивать на этом комитете, озвучивать позицию, скажем так, политическую? Нет, потому что во всем мире, в нормальных цивилизованных странах, если идет заседание комитета, туда приглашают представителя, например, там, не знаю, СТКГ, он должен донести до комитета объективную точку зрения, как технарь, который работает, как эксперт, да, который работает там. Он не имеет права давать политических оценок, даже если эти политические оценки закреплены в тех или иных постановлениях Рады. Он обязан быть высококлассным экспертом. И далее уже политики должны извлекать из его слов, ну, или делать те или иные выводы. К сожалению, из-за того, что он совместил роль спикера и эксперта, и выступил на комитете как эксперт, а его восприняли как политика, случилось то, что случилось. Но далее пошла цепная реакция ошибок. Не имеет права президент, который назначает такого человека экспертом в группу, публично пороть его. Не имеет права. Президент, понимая, что где-то, или не задав рамку, скорее всего, не задали рамку, поскольку никакой рамки и понимания, куда и как двигаться у президента нет, соответственно, дали карт-бланш, если ты даешь карт-бланш, а потом ты видишь негативную реакцию, которая ложится на тебя, перед этим ты дал карт-бланш Фокину, то в таком случае тебе нужно было встретиться с ним, сказать, что мы выходим на пресс-конференцию, жмем руки, благодарим друг другу, говорим, что ты прав, ты пробовал что-то сделать, но не вышло, нет общественной поддержки, оценки, которые ты даешь политически, не совпадают с моими. Поэтому в любом случае благодарность, мы будем искать другой вариант. Но никогда не устраивается публичная порка, тем более руками ноунеймов, именно ноунеймов, зеленых табуреток, которым место, собственно говоря, в цветочном магазине на рынке, а не в парламенте, которых ты же сам привел в парламент, так вот руками этих, извини, детей в кедах бить по лицу просто человека, который стоял у истоков этого государства, которого президент назначил своим указом разруливать очень сложную ситуацию, разгребать эти авгивы и конюшни, которые сам же президент и создал, и не только этот, но и предыдущий тоже. Я считаю это актом унижения самого себя, всей власти и признания, собственно, бессилия. Потому что, ну скажем так, я, например, Кравчука и Фокина воспринимаю исключительно негативно, как президента первого и как премьера первого. Просто вот негативные отношения к ним. Считаю, что многие беды, которые случились в Украине, случаются сейчас, заложены их руками. Но то, что произошло на этом комитете, я считаю это актом унижения государства, актом самоунижения президента и актом, не знаю, деструкции всей действующей зеленой команды. Поэтому, если мы будем говорить о Минске в будущем, то я хочу, чтобы все прекрасно понимали одну простую вещь. Это первый акт капитуляции, в котором заложена формула прямых переговоров. И для осуществления этих прямых переговоров с УРДО как раз и заложена формула выборов там. Поэтому разговоры о том, что сначала беспековый фактор и граница, а потом выборы, это разговоры о том, что мы ставим точку на Минских соглашениях, фиксируем, что мы выходим по вине Украины из Минских соглашений, фиксируем точку ноль и, по сути, переходим к новой войне. Если вы готовы, не вопрос, давайте вперед. Если не готовы, в таком случае нужно понимать, что минские остаются тем, чем они есть. Сначала по закону Украины проводят третья сторона ОБСЕ выборы на неподконтрольной территории. Мы получаем прямого партнера по переговорам. Далее мы движемся по логике любого миротворческого процесса, вплоть до получения контроля над границей. Иных вариантов, к сожалению, у нас нет. Поэтому, когда вы будете слушать политиков, теперь вам будет легче делить их слова на 100, понимать подноготную процессу, историю, откуда и как все это взялось.